Вот он, урожай 2018 года. Мед, готовка ткачки. Андрей Щеглов занимается пчелами уже 14 лет с самого детства. Говорит, чтобы они принесли достаточно много меда, имеет значение все. Погода весной и летом, уровень влажности, даже атмосферное давление в нужный момент. Его пасека, что называется, специализируется на разнотравье и гречишном меде вокруг поля Калманского района. Были опасения, что холодная весна помешает полноценному медосбору. Пчела начала работать, как говорят пчеловоды, только в июне, но, похоже, обошлось. Контроль улей показал у меня 5 килограммов первого числа. Это за день улей смог принести нектары, так сказать, с поля 5 килограммов. Это много или мало? Это в среднем, можно сказать, что хорошо. Как говорят специалисты, в Алтайском крае 7 почвенно-климатических зон. Благодаря этому даже в самый плохой год где-нибудь непременно будет урожай. И если на равнине больших проблем нет, это подтверждают и участники традиционной медовой ярмарки в Барнауле, то с таежными видами нынче непросто. Холода пришлись на время цветения главных диких медоносных растений. Результат и без того более редкого таежного меда в этом году собрали меньше на треть. Выросла и его цена. Если в среднем в том году можно было встретить дягель в районе 550-600 рублей, то в этом году до 700 рублей цена подросла. На равнинные сорта цена осталась прежней от 200-300 рублей за килограмм. Сергей Тастан, председатель Краевого союза пчеловодов, уверяет, сильного скачка цен в этом году все же не будет. Оптовые цены и вовсе останутся, считает он на прежнем уровне. На данный момент продано 1500 тонн алтайского меда, в том числе за рубеж. Общий объем этого сезона Тастан также прогнозирует на уровне прошлых лет. От 5 до 7 тысяч тонн мы думаем, но все зависит, опять какие природно-климатические условия будут в тот сейчас промежуток времени, когда до последней качки. Андрей Щеглов в свою очередь с надеждой смотрит на работающих пчел, которые, пользуясь хорошей погодой, без устали собирают нектар с окрестных полей. Если все сложится удачно, он рассчитывает в этом году получить по 50-65 килограммов с одного улья. С 80 ульев это больше 4 тонн сладкого продукта. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.